Вкусы у всех разные, но есть у этого праздника символ одинаково дорогой любому россиянину. Привет, скажи пожалуйста, с чем у тебя ассоциируется такой праздник, как Новый год? О елках и игрушек. А у тебя? Деда Морозом и елкой. Как вы проводите такой праздник, как Новый год? Ну, с детьми гуляем возле елочки, чтобы в кругу семейном, возле елочек, потом собраться в новогоднюю ночь. Мне очень нравится Новый год. Красивая елка, огни, шары. Ну что для нас Новый год? Елка очень красивая, снег, ребята катаются. Она, как поются в песне, и стройна, и зелена. Под Новый год вообще нарядная, на радость детворе. Именно по нее Дедушка Мороз кладет такие долгожданные подарки. Но иногда из-за элементарной человеческой халатности этот непременный атрибут новогодних праздников может превратиться в потенциального убийцу. В 2013 году на площади Владивостока упала елка. По счастливой случайности тогда никто не пострадал. На момент падения она была собрана лишь на 40% от задуманной высоты в 32 метра. В том же году, похоже, инцидент произошел в эстонском городе Нарва. Были случаи, когда детей било током от елочной гирлянды. Чтобы подобного не случилось в нашем городе, места общественных гуляний тщательно проверяют сотрудники Госадмтехнадзора. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот данная елка у кинотеатра «Искра», она безопасна? В принципе, как мы увидим, данная елка по периметру огорожена забором, что исключает доступ детей, посторонних граждан к ней. Так как на данной елке размещены электрические гирлянды, в принципе, елка считается безопасной. Зима увеличивает очередь в травмпункты по сравнению с другими сезонами в 2-3 раза. Переломы, ушибы, растяжение, сотрясение мозга. Причем половина пострадавших – дети. Ледяные горки – тоже объект повышенной опасности. Скажите, пожалуйста, вот данные горки у кинотеатра «Искра» соответствуют требованиям безопасности? Ну, как мы видим, ступеньки очищены от снега и наледи. Также данная горка имеет бортики безопасности, чтобы исключить выпадание детей с самой горки. Но, безусловно, все равно сами родители должны объяснять детям элементарные требования безопасности и поведения детей на таких объектах. Госадом технадзор следит за реализацией правил техники безопасности не только у кинотеатра «Искра», но и по всему Ленинскому району. Однако, по словам инспекторов, ни одни правила и нормы не смогут защитить человека от его собственной беспечности. Как говорится, береженого Бог бережет. Будьте осторожны. Илья Кремнев, Данил Свейдерский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.